Рэнди Кастилло Рэнди Кастилло Привет, меня зовут Рэнди Кастилло, добро пожаловать в Старликс. В этом видео я покажу вам кое-что из моего материала. Кое-что, что я сыграл в прошлом с Оззи Осборном и с Литой Форд. А начну я с того, что познакомлю вас с моим оборудованием. Тарелки у меня Зилджин. Здесь у меня Зилджин Платинум, Чайна Бойз. Обе тарелки низкие Чайна Бойз, есть высокие, это низкие Чайна Бойз. Они очень хороши для исполнения крэша и чего-то вроде акцентов. И от них отлично звенит в ушах. Хай-хэт у меня Зилджин 14-инчий Дайна Бит. Модель Зи. Очень мощные тарелки, они созданы для рока. И они великолепно пробивают все, когда играешь в ударной металлической группе, вроде ансамбля Оззи или чем-то подобном. Все, что надо, они определенно выдают. Здесь наверху слева от меня Зилджин Платинум 19-инчий, Крэш Райд. И у нее хорошая атака, и звук тянется чуть-чуть дольше, как у Зи типа. И, хорошо, здесь у меня моя тарелка Райд. Это Хэви Пауэр Райд 24-инча, и эта тарелка просто моя любимица. Она все пробивает. Громкое просто чудовище. Отличное звучание чашечки на этой штуке. Здесь у меня еще один хэт, 13-инчий Дайна Бит Зи. Я пользуюсь им для легких, небольших акцентов. Каких-то таких вещей. И тоже для маленьких акцентиков тарелки сплэш. 10-инчий здесь, 8-инчий здесь. Для маленьких акцентов. Отлично, барабаны. Все они тама, империал, стар. Начну с томов. 8-инчий. 10, 12, 14, 16, 18. И я просто немножко поиграю. Они дают хороший диапазон от верха до низа. Бас-барабаны у меня 22-инча на 16-тама. 22-инча мне нравятся больше всего. Я играл на 26-ти, на 24-х. Они слишком на мой вкус. Гулки. На этих очень хороший удар в среднем регистре. И палочка, которой я пользуюсь, палочки, которыми я пользуюсь, это Promark 808 Hickery. Они даже персонифицированы. Вот тут есть моя подпись, что приятно. Я соскабливаю лак с половины, палочки в нижней части, наждаком или ножом. Это дает мне гораздо лучший захват. Когда рука греется и потеет, если на палочке лак, она становится слишком скользкой. Поэтому я соскабливаю его где-то до половины палочки. И это помогает. Захват благодаря этому становится очень хорошим. Рабочий барабан у меня 14-инчей на 8 глубиной. Artstar. Snare. И это очень хороший рок-н-ролльный рабочий барабан. Выдает все, что надо. Рудименты. Отлично, начну с рудиментов. На мой взгляд, рудименты очень важны. Особенно для начинающих. Они очень полезны для развития техники и скорости. Я просто думаю, вы должны воспользоваться этим и не должны проходить мимо, если собираетесь серьезно заниматься игрой. Один из рудиментов, который обычно исполняют все, это парадидл. И его можно всевозможными способами применять в своей игре. Вы знаете, это право-лево-право-право-лево-право-лево-лево-лево. Еще один способ применения парадидла в своей игре, это просто использовать его схему, играя на бас-барабане и рабочем. Бас-барабан играет то, что обычно играет правая рука. И вы можете использовать это в контексте песен, к примеру. Это очень эффектная вещь, следует ее узнать. Двойные парадидлы с двумя ударами. Право-лево, право-лево, право-право, лево-право, лево-право, лево-лево. И теперь, опять же, используем бас-барабан для бас-барабана. Игры того, что обычно делает правая рука. Что-то вроде ритма на шесть четвертей, что-то такое. Существует бесконечное количество возможностей. Если вы овладели рудиментами, считайте, вы овладели барабанами. Основной базисный рок-бит. Отлично, главное, я бы сказал, наиглавнейшая вещь в исполнении рок-н-ролла для барабанщика, это ритм, кач. И это то, на развитии чего вам следует обратить особое внимание. Потому что именно это и задает ансамбль пульс. И играя в группе, вы должны иметь кач. Именно в этом и заключается рок-н-ролл. Итак, я поиграю прямой базовый рок-рисунок. И вам следует тренировать его, и тренировать, и тренировать, и тренировать. И следует, получается, у вас этот кач. Когда он появится, вы сразу это поймете. Итак, я просто начну с обычного базового бита. Отлично, сейчас я разобью для вас на составляющие этот базовый рок-бит. Играется он так. Хай-хэт делает восьмые ноты. Одна из вещей, помогающих развитию такой игры, это игра с метрономом, занятие с метрономом. Потому что время, метр, очень важные вещи. Никому не захочется играть с барабанщиком, который загоняет или замедляет. Очень важно развивать, вырабатывать чувство времени, отличного времени. И также, играя подобный рисунок, очень важно то, как вы бьете по барабанам. У них надо вгрызаться, вбиваться, нельзя парить по верхам. Надо вгрызаться. И на самом деле, знаете, вбивать гадов. Понятно? Динамика. Я хотел бы коснуться динамики. И игры, когда следует играть громко, играть и громко, когда следует играть тихо, этим надо пользоваться. К примеру, в песне вроде «I don't know». Это очень быстрый номер, а потом переход к балладной части, как бы в два раза медленнее. Я поиграю немного из нее. Я разберу этот переход в «I don't know», который ведет от быстрой части к медленной. Брэк – это триоли с фаршлагами. Сейчас я поиграю очень медленно, чтобы вы поняли. И сам по себе бит, опять же, сыграю очень медленно. Это та часть, что вдвое медленнее. И так далее. Важное место в игре с динамикой, на которое бы я хотел обратить внимание, это тарелки. Их можно открывать, закрывать, играть по ним мягко и сильно. Все это имеет отношение к динамике. Например, хай-хэт. Когда вам надо снять громкость, вы закрываете его, и это скорее просто какое-то позвякивание. Как-то вот так. И тарелки «Крэш». Можно бить по ним мягко, а можно жестко, сильно. Я вот делаю такую вещь. Бью по этой тарелке снизу, получаю мягкий предварительный ранний крэш, а потом обрушиваюсь на сильную долю с сильным громким ударом. Как-то так. И это движение снизу очень удобно, потому что это одно движение, вместо того, если играть вот так. Здесь как бы теряется плавность поток, а так плавность поток лучше, и вы приходите на эту тарелку с гораздо меньшим усилием. Так что, очень полезно применять такое. Дальше. Эти China Boys великолепно работают на акцентах. То, как вы играете, по ним бьете, опять же, очень важно, можно играть очень жестко или очень мягко, зависит от акцентов, которые вам нужны. Техника бас-барабана. Отлично, поговорим немного о технике бас-барабана. И бас-барабан очень важен в рок-н-ролле. Это низкий пинок, то, что бьет вам прямо вот сюда. Итак, прежде всего, я покажу вам, как я бью по бас-барабану. Я пользуюсь местом игры носком, противоположно с некоторым людям, которым нравится полностью опускать ступню. Но так при игре носком силы удара его энергия намного мощнее, потому что участвует вся нога. Это... Я пользуюсь такой техникой, моя техника. Что касается двойных ударов, я их выполняю при помощи этакого скользящего движения. Первый удар — это педаль отскакивает назад, а второй — просто твердый удар. Первый — это отскок. Я скольжу, нога скользит по педали. Очень важно заниматься этим до полного овладения. Надо работать и работать, пока не будете владеть этим совершенствами, потому что если овладеете, будете способны играть вот такое. И это может быть очень действенным. Еще одна вещь, которую можно делать со вторым бас-барабаном, который я делаю, который мне очень полезен, особенно когда мне случается играть соло, я делаю двойной удар правой кладушкой и одиночной левой. Как-то так. Если соединить это с двумя ударами в барабан, можно получить что-то такое. Особенно в соло ситуациях это очень может пригодиться. Можно использовать эту же схему. Я использовал ее в песне Лит и Форд под названием «Die for me only», и это звучит так. Отлично так это звучит в быстром темпе. Поэтому я поиграю рисунок с «Die for me only» медленно, разложу его для вас на частички, так, чтобы вы получше разобрались. Отлично. В бас-барабанах схема такая. Опять же, два удара справа и один слева. Играю очень медленно. Буду чуть увеличивать скорость, чтобы вы поняли, как это идет от медленного темпа к быстрому. Субтитры создавал DimaTorzok Отличная еще одна вариация, которую я применил в песне «Убийцы великанов» с альбома «Ultimate Seed». Рисунок на двух бас-барабанах, и это быстрая часть песни, хотя песня в целом медленная, но центральная часть быстрая. И это хороший рисунок для двух бас-барабанов. Сыграю. Так, в целом это просто дробь одиночными ударами на бас-барабанах. Это право-лево, право-лево. Рабочий. Очень полезно знать эту схему, когда вы ее отработали и играете на скорости. Она очень хороша в быстром темпе. Очень мощный пассаж. Отлично, вот еще кое-что из схем для двух бас-барабанов, которые я хотел показать вам здесь. Просто постоянный, в массе тяжелой музыки применяется такое. Я тоже немного этим пользуюсь. Просто переменная схема в бас-барабанах между ними. Звучит вот так. Просто дробь одиночными ударами. Сейчас сыграю для вас медленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барабанные заполнения. Бреки. Отлично, займемся теперь бреками. Один из моих самых знаменитых это из вступления в Over the Mountain. Меня часто спрашивают, как я его играю. И это... Я сыграю быстро, чтобы вы поняли, о чем я говорю. В общем, это всего лишь триоли через рабочий том и бас-барабан. Сама по себе схема такая. Прекрасная, достойная, чтобы ее выучить схема, потому что вы можете применять ее все возможнейшими способами. Раскидывать между всеми томами в соло-ситуациях она превосходна. Я использовал эту схему в моем соло на видео ойзе Ultimate Sim в качестве кульминации соло. Я начинаю там медленно и постепенно развиваю. Сейчас я вам это покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один мой брек, о котором меня довольно часто спрашивают, тот, который я сыграл на альбоме и литвый хор Dancing on the Edge, песня «Убегай с деньгами». Он звучит так. Я сыграю медленно, и вы поймете, что происходит. В основном это просто переменные двойные удары в руках и двойные удары бас-барабаня. И некоторые доли я играю одиночными ударами, чтобы придать закругленность. И на скорости это звучит очень неплохо. С заполнениями, бреками, когда применяешь их в песнях, важно не переборщить, потому что то, что ты не играешь, так же важно, как и то, что ты играешь. Поэтому обычно хорошо их применять в конце фразы, в начале соло, чтобы усилить какую-то часть песни, выделить что-то. И понимаете, не переборщивайте, не играйте бреков посреди строки. Если не надо солировать, ваша задача поддерживать хорошее время, ритм, и просто играйте с ансамблем, придавайте группе всю динамичность, которую вы только можете придать. Так что полезно немного сдерживаться с бреками и не переигрывать их. Барабанное соло Отлично, поговорим о соло. Что мне нравится в соло, то, что они имеют начало, середину и кульминацию в конце, как песни или пьесы. Они и должны быть пьесой. Что я делаю, например, например, соло, которое я сыграл на видео Ultimate Ozy, песни Secret Loser. И оно звучит как-то так. И это подводит нас к дробям и так далее. Но я еще поиграю вам то, что я только что исполнил. Это бас-барабан и рабочий с полуоткрытым хай-хетом. Такая схема. Мне нравится варьировать эту схему. Не думаю, что я когда-либо играл ее одинаково из вечера в вечер. Все всегда зависит от моих ощущений, от того, что делается у меня в это время в голове. И отсюда я обычно перехожу к дробям. По томам. Каким-то таким дробям. И так я развиваю это, варьирую, как и все другое соло из вечера в вечер. Но в основном это часть какая-то такая. И отсюда я поиграю эти дроби медленно, чтобы вы получше поняли, что я делаю. В основном это переменная аппликатура в палочках. Как-то в палочках. В палочках. В палочках. в палочках. В палочках. В палочках. Отсюда, в соло, я перехожу на напольный том, играю какой-то рисунок на нём, и я поднимаюсь и заставляю барабан менять тембр, просто ставлю на него ногу и давлю на пластик. Очень хороший трюк. Очень яркая, зрелищная штука. И после этого я работаю по всей установке, вы можете видеть это на видео. Играю в шоу. А в кульминации соло я возвращаюсь к трюльной схеме, которую я показывал вам раньше. То бишь... Голова несколько... Получается хороший звук, когда проделываешь это. Звучит куда лучше. Очень эффектно. Трюки с палочками. В прежних группах, когда я играл в Созе, я любил проделывать... Очень любил проделывать маленькие фокусы, трюки с палочками. Это очень много добавляет визуальному впечатлению от всего шоу. Ведь как обычно, барабанщик сидит сзади и не слишком привлекает внимание, тогда как гитаристы носятся погорелые, красуются. Поэтому мне тоже хочется частичку этого внимания. Все эти трюки придают шоу немного больше яркости, блеска. И так в основном это, во-первых, вращение палочек. Например, между двумя пальцами, средним и указателем, как здесь. И на самом деле это не вращение, а всего лишь иллюзия. Иллюзия вращения. Вы можете научиться этому, вращая руку, поворачивая руку, движением, по которому должна ходить палочкой. И по мере тренировок, работая над этим, вы сможете достичь уровня, когда у вас это будет получаться очень гладко. Попробуйте в обратном направлении для разнообразия. Работайте над этим обеими руками. Просто занимайтесь. И еще один трюк, который я использую при игре, он есть на видео Литте Форд, Гатт Лай Гоу. Я довольно часто его демонстрирую. И это очень эффектный трючок. И делается так. Все, что я делаю, я просто, когда палочка идет от хай-хета, подбрасываю ее и хватаю. И продолжаю держать ритм, бит должен продолжаться. Или так, бросаю палочку, чтобы она перевернулась, вот так. Эффектный трюк, ее следует знать. Нечто более запутанное выглядит так. Так, эту штуку я проделаю помедленнее. Возможно, будет чуть пояснее. Что здесь происходит? Моя левая рука держит палочку вот так, традиционный замок. Палочка идет по кругу, вот так. Такая схема. Это на самом деле не столько вращение, сколько движение руки, но создающее впечатление вращения. А тут обычное вращение. Делаю медленно. Еще одна вещь, проделываемая мной из области палочного выпендрежа, это я подкидываю мою палочку в воздух. На 80% я уверен, что я ее поймаю. А если нет, ну и что из того? Просто не надо огорчаться и надо просто продолжать играть. Ничего такого не случилось. Итак, попробую проделать это сейчас для вас. Соединяя вместе. Отлично, сейчас я попробую просто поделать понемножку всего того, чего я коснулся и попробую соединить все это вместе и показать вам, что составляет мой стиль. И надеюсь, это поможет вам понять получше, что же я делаю. Идет. Итак, начну просто с ритма, а потом добавлю что-нибудь еще и попробую связать все вместе. Субтитры создавал DimaTorzok отлично. Надеюсь, кое-что из сыгранного мной, того, что вы посмотрели на этом видео, каким-нибудь образом поможет вам. Начинающий ли вы музыкант, средний или продвинутый. Никогда не надо переставить учиться, поэтому тащите у всех. Неизбежно у вас будет свой уникальный звук. Так что продолжайте заниматься, как маньяк, занятия, занятия, и слушайте, и пробуйте играть с другими людьми, чем больше, тем лучше, потому что так можно научиться гораздо быстрее. Все дело в том, чтобы играть в ансамбле. Можно запереться в комнате и тренироваться вечно, но если вы ни с кем не играете, то вы и будете соответствующим образом звучать. Поэтому так держать, и у вас получится, если ужас как желать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перевод для журнала In-Out. Арсений Строгий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова